Добрый день, дорогие друзья. Паника. Видеоразмышления на эту тему. И есть моменты в жизни людей, когда их охватывает страх, беспокойство, ужас, смятение. И такое духовно-физическое состояние, оно бывает не только у людей, но и у животных. И греческое слово «паникос» означает «ужас». И во время войны, во время эпидемии, землетрясений, цунами, крупных пожаров, схода лавин, селевых потоков, других бедствий, а также голода и катаклизм, людей, многих, охватывает паника. И вину всему этому – это неготовность человека или людей к такого рода событиям. И помогает всему этому также атеизм, сам характер человека, подверженность к тому, чтобы испытывать беспокойство, страхи, воображение, влияние других людей, а также средств массовой информации. И возникают так называемые панические атаки. Это явление достаточно массовое, причем это явление заразное. На духовном уровне человек может поражаться этим явлением. И паника – это враг, это оружие врага, и, внимание, это демон. В иерархии духовного мира врага – это достаточно большая личность духовная, которая через открытые двери духовные имеет доступ к человеку, к семье и даже целому народу. И успокоение, утешение, а также терпение приходят только из одного источника. И этим источником является живой Бог, который все это знает, видит и допускает определенные ужасы и смятения в жизнь людей для того, чтобы испытать их, проверить их. И посмотреть, кому в эти трудные моменты обращается человек, семья, народ за помощью. И поэтому важно понимать, что через панику враг хочет погубить человека, семью и народ, и не дать ему получить спасение, утешение от живого Бога. То есть враг хочет разделить человека и не дать ему возможности встретиться с Богом. И враг порабощает через панику, через страх смерти, страх бедности, одиночества, потери близких людей и другие виды страха, враг порабощает людей. Хотел бы привести три поговорки на эту тему. От паники до измены один шаг. Кто панике подается, тот сам врагу в руки дается. Паникер и трус, хуже нет, а буз. Конечно же, рассуждая о панике в спокойном состоянии, человеку легче понять, что паника это враг, но не друг, не помощник. И он может привести человека в очень плохие места и погубить его. Поэтому необходимо определенное усилие для того, чтобы молитвенно, с постом просить Бога утешить, вразумить и ободрить человека, семью и народ, что необходимо и использовать. Паника. Поразмышляйте и вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...